История про самосвал, а именно про КРАС-256 началась в далеком 1992 году, в день приобретения. Хотя сам грузовик 1982 года выпуска, но куплен он был только через 10 лет, в одном разваливающемся колхозе. КРАС был в очень плачевном состоянии, до такой степени, что в момент перегона домой, двигатель стуканул. В чем была причина и кто виноват в этом история умалчивает. Как-то удалось дотащить его до дома, спустя какое-то время родной двигатель вытащили и выкинули, на замену пришел другой в лучшем техническом состоянии. Далее аппарат был загнан в ангар, где ему нарастили спальник с высокой крышей. Еще через некоторое время установили кузов от КРАС-6510. Так машина и ездила, пока сын не подрос и не получил права. Автомобиль был отдан ему. Отец всегда хотел, чтобы его КРАС выглядел необычно, началось все с обыкновенного бака из нержавейки, и тут понеслось. Далее начали переделывать абсолютно все, так как старый каркас кабины был деревянным, и с годами жесткой эксплуатации он совсем сгнил. В планы не входило переделывать всю кабину из металла, но пришлось. Когда же все сварочные работы были закончены, автомобиль отправился на подготовку к покраске. Выбор пал на золотистый цвет, отчасти из-за этого он и получил прозвище «Золотой дракон». Красили все в обычном ангаре, но по итогу получилось как с конвейера, дальше добавили хромовых элементов. С виду и не скажешь, что это обычный КРАС, он стал похож на красивую американскую классику. Закончив с внешним видом, руки дошли до салона. Он был в очень плохом состоянии и вид его не соответствовал красивой внешности. Так как автомобиль выглядел как американский трак, решили делать салон с мыслью об удобных салонах таких автомобилей как Freightliner, с нотками сканер. Был сварен с нуля каркас приборной панели, переднюю стенку за панелью утеплили и проклеили шумкой. Сварив новую панель, довели ее до ума, вывели красивые черты и добавили дерево, бук. Получилось невероятно красиво. Огромный с ребристым кузовом и мощным рыком мотора. Сегодня когда-то изъеденный ржавчиной КРАС превратился в настоящее произведение искусства, но это не мешает ему оставаться рабочей лошадкой и кормить целую семью. Машина с легкостью может взять груз 10-25 тонн, при этом обеспечивая комфорт своему владельцу на уровне иномарки. По итогу КРАС ответил взаимностью своему владельцу, помог с трудоустройством. Как рассказывает владелец, пришли с отцом к начальнику, который сказал, что свободных вакансий нет, ни в какую не хотел брать, пока не увидел фотографии КРАСа, на котором мы будем работать. После этого у меня появилась работа. В первые дни было очень приятно и непривычно собирать на себе столько внимания, осознавая, что ты едешь на рабочей машине. Именно в такие моменты понимаешь, что оно того стоило. Проезжающие мимо люди постоянно машут руками, показывают большой палец вверх и фотографируют. Проект не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Ставьте палец вверх, чтобы оценить труд человека. Услышимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok